здрасте дорогие зрители вообще-то хотел вот этот текст я записать с андреем валерьевичем цветковым вот но он значит отказался на тему обсуждать правда перед самой записью вот он говорил микрофон правда у меня он не записался он рассказывал про свой новый фильм очень интересный кстати фильм он он режиссер он человек искусства а тему я предлагал ему обсудить это про того мальчика что в бундестаге выступал и там как-то вот он говорил о своих исследованиях как он исследовал жизнь одного немецкого военнопленного который сгинул советском плену да и там была такая мысль что вот он не хотел он воевать пришел он вот попал он как кур в ощупь да и вот жизнь его я щипала да вот такая вот мысль это вообще принципе встает вопрос такой вот не об ответственности одного конкретного значит немецкого военного за войну ту вторую мировую а в принципе говоря вот об ответственности всего немецкого народа любого немца из этого вот социума немецкого видите ли в чем дело мы как-то так вот привыкли очень так все гуманистически относиться и к себе и к нашим бывшим противникам то что ничего дело старое что уж там вспоминать то не не у нас же бесполезно будет не будем же бесконечно все время конфликтовать воевать но в принципе говоря ведь тогда воевали мы во второй мировую войну с обеих сторон или с обоих сторон я уж не знаю как это правильно у вас русский говорится от души и наши с немцами воевали всерьез и немцы против нас воевали всерьез душой с позывом так сказать с порывом вот но те кто не хотел воевать ну те там у себя грыжу находили еще что-нибудь косили короче говоря вот вот эти вот не хотели воевать а вот те которые пошли на войну но воевали они убивали противника и настроение у них было такое у нас статьи писали про то какие наши противники плохие и принципе говоря даже бы были такие вот статьи наверное сейчас бы это как по статье какой-нибудь расценили бы тогда нет что немцы это не люди их надо убивать как бешеных собак убей немца да если ты не убил немца то вообще же день прошел зря если ты его не убьешь что никто его не убьет сколько раз ты встретишь его столько раз ты его и убей и чтобы это не твоя мать заплакала его мать зарыдала где-то там далеко в германии вот такие всякие вещи и то же самое было с их стороны почему эти понимать чем дело у нас был такой некий но культурный разрыв до культурный диссонанс мы друг друг не очень понимали они не очень понимали нас потому что мы в массе своей мы советские люди массе свои были как-то и беднее до в материальном отношении и менее образованной и как-то мы им казались более дикими не смог какими хорошими бы не были все равно им казались более дикими и воевали они с нами ну как воевали бы с гатентотами да каким-то вот или с какими-нибудь дикими людьми из какого дикого острова такое вот отношение было вот вот извините меня так и у нас тоже к ним было полное непонимание вот я знаю такую историю а когда наши войска вторглись до вошли в восточную пруссию заходят наши солдаты в один значит дом очень такой хороший дом они так оглядывают спрашивают а кто тут жил то какой-нибудь наверное ну барон да нет это простой крестьянин жил как как простой крестьянин и вы к нам пошли на завоевывать важной крестьянин как по нашим понятиям жил как как помещик да у нас пришли завоевывать тут такое вот непонимание ну короче все кончилось тем что немцы проиграли и мало того немцы все все скопом все скопом немцы ответили за войну да за военные преступления все скопом без разбора у них часть территории изъяли у них там репарации все прочее было то есть пострадали все скопом да все сразу все сразу всем сразу пришлось отвечать оккупация была у них оккупационные войска ну очень все как положено вы знаете к чему это все рассказываю вот к нам ведь тоже с другой стороны отношения неоднозначная как говорится это вот мы в второй мировой войне оказались союзниками западных держав я помню такой плакат не помните британский или американский где показывают значит вот так сказать союзника вот это вот значит там француз он твой друг вот это вот американец он твой друг понимаете вот показали что эти ребята все хорошие они друзья нет у них врагов ничего и все такого прочего а вот сейчас мы так как-то вот оказались не совсем друзья мягко говоря да часто где-то даже и враги я уж так-то рассказывал как вот нас русских в западном кинематографе показывают не то что вот мы вот просто плохие а мы не такие как они мы немножко какие-то вот ну ошибка сильно не такие диковаты мы привыкли себя считать что мы люди европейской культуры да вот как то вот мы ну говорим на другом языке на славянском а так мы его нормальными ребята ну чё то вот как-то они нас так не воспринимают и вы знаете я честно так вам скажу западу не понравилось что крым российской федерации забрала себе история кстати давняя по поводу того что вот как мы сами себе объясняем справедливо это не несправедливо а справедливо было когда большевики разрезали империю как попал и там очень манипулировали этими областями районами отдавали от одной республики к другой республике на полно было беззаконие речь не только о крыме и о массе других областей и регионов я не хочу их называть то скажет призывает там к переделу территории да это наши западные товарищи скажут вот нагрессор бояршинов а дело в том что принципе говоря вот если победим то с нас никто ничего не спросит вот поймите так а если проиграем то есть одним только крымом то и ограничимся и хвост прижмем просить а с нас просят тогда как с проигравших понимаете вот если мненцы победили бы они быть победили бы победителя не судя с них ничего никто не спросил мы победили советские и нам все простили да простили нам в тот момент нам очень хорошо прощали и сталина и сталинские лагеря и вы не поверите по произведению американского посла на праздник назывался в литературном произведении миссия в москву называл сняли в америке фильм миссия в москву и вот в этом фильме миссия москву показывают московские процессы 37 года и это хорошие процессы там плохих людей там типа тухачевского всех прочих приговаривают к расстрелу понимаете у у нас это уже середины 50-х годов казалось бы ну каким-то там совершенно преступным деянием да понимаете вот эти московские процессы вы уже после двадцатого съезда абсолютно точно считались вот но преступлением сталинского режима до извращениями культа личности то так называли да а у них это все нормально было да потому что вот мы оказались их союзниками вот это русский он хороший да вот сталин дядюшка джо он хороший его правда не нравилось чтобы называть дядю джо и иосиф джозеф дядя джо вот дядюшка джо вот дядюшка джо он хороший он же их союзник да на следующий день они стали так говорить британцы как то гитлер напала на советский союз видите какое вот отношение сложное а вот режиссер мой не захотел поддержать со мной такого рода беседу и мне пришлось из-за него тоже выразить свою его вернее либеральную точку зрения да вот я от его лица и выражаю да фактически что если на крыме остановимся если все остальное не оттяпаем отвечать придется за крым в натуре да вот это я от имени своего режиссера сказал это не значит что я с ним согласен это его мнение андрей валерьевич это ему сам предупредил приладил я тоже ведь художник в общем-то по большому счету ну да ладно вот я вам такую мысль сказал андрей валерьевич со мной говорить в кадре не захотел он сидит в уголочке так улыбается вальяжно как настоящий художник тогда вот но спасибо вам за внимание и однако не забывайте присылать нам деньги а то как-то честно говоря у меня особого вот возможности и настроения временных возможностей в общем я все время в деньги превращаю помните человек один такой сказал время деньги я помните спрашивал всегда кто он такой его образ нам всем одинаково дорог не помните его бенджмин франклин его образ нам всем одинаково дорог 100 долларов стоит его образ в обмен на пункте такие дела удачи жду ваших донатов так они говорят с помошенствования чмоки-чмоки как я говорю когда звоню по телефону своему любимому режиссеру пока